Здравствуйте! В эфире программа «Интервью дня». И сегодня у нас в гостях Валерий Владимирович Шевченко, главный инфекционист Алтайского края. Здравствуйте, Валерий Владимирович! Здравствуйте! Валерий Владимирович, ну, медики прогнозируют эпидемию гриппа в Алтайском крае, что она начнется где-то с середины декабря, в начале января, как это обычно бывает у нас с года в год. Какие можете назвать основные и самые эффективные меры профилактики гриппа? На сегодняшний день, особенно в свете того, что сейчас происходит с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, основным, главным, передовым методом профилактики против гриппа, конечно же, остается вакцина-профилактика, иммунопрофилактика. А мы говорим сейчас как раз о вакцинации против гриппа. И в Алтайском крае сейчас как раз завершается кампания по вакцинации жителей. Давайте более подробно поговорим о том, какое количество людей уже на сегодняшний день были привиты от гриппа, и какое плановое показательное исполнение в этом году. На сегодняшний день привито уже порядка миллиона двухсот жителей Алтайского края. Но в этом году в течение года целевой показатель был увеличен до 60% от всего населения Алтайского края. Поэтому за тот небольшой промежуток времени, который остался, еще необходимо, чтобы в привычную кампанию было увеличено порядка двухсот, двухсот, пятидесят, трехсот тысяч человек. То есть это где-то примерно миллион четыреста населения жителей Алтайского края, это где-то 60% населения нашего региона. Достаточно ли это иммунная прослойка в целом для региона, для того, чтобы снизить порог заболеваемости гриппом в нашем крае? В этом году да. Если посмотреть историю вообще иммунизации против гриппа, например, вот так вот локально на территории Алтайского края, за последние пять лет процент охвата вакцинации населения Алтайского края постепенно увеличился. Здесь, конечно, мы понимаем, что даже физически невозможно, допустим, с 20% сразу охватить 90%. А вот так поэтапно, чтобы слаженно сработала вся система здравоохранения. Из года в год у нас происходит, и поэтому вот эта цифра 60% в этом году, она будет достаточная, но в дальнейшем время покажет, возможно, она будет еще до каких-то уровней увеличиваться. Давайте напомним жителям края, как можно получить прививку от гриппа. Куда нужно прийти, обратиться? И вот кампания прививочная заканчивается официально в Алтайском крае 15 декабря. А если ты не успеешь, либо есть пока противопоказания, соответственно, по прививкам, можно ли в другое время привиться чуть позже? Алгоритм вообще доступности вакцинации, он, конечно, уже годами отработан. Он несложный. Вакцина сейчас в достаточном количестве есть в медицинских организациях. Жителям Алтайского края, город, село здесь непринципиально важно обратиться в медицинскую организацию, к которой он прикреплен. И затем уже по предложенному алгоритму уже внутри медицинской организации спокойно получить эту прививку. Я напомню, что перед тем, как поставить, непосредственно ввести вакцину, человек, обратившийся в медицинскую организацию, должен быть осмотрен медицинским работником. И вот как эта система в начале обращения на осмотр в конкретной медицинской организации работает, вот эту информацию важно получить предварительно, обратившись в колл-центр, в регистратуру, и уже по предложенному алгоритму спокойно, размеренно прийти и сделать все правильно. А что касается как раз сроков прививки, говорят, что иммунитет формируется в течение двух-четырех недель после того, как поставят прививку. Вот если люди не успели привиться по каким-то причинам до 15 декабря, есть ли у них возможность сделать это после 15 декабря? Конечно, конечно. И это вот важный момент. Если не успел до 15 привиться потом, значит, никогда. Есть возможности привиться в негосударственных медицинских организациях, которые предлагают эту услугу. Вот такого стоп в отношении даты 15 декабря быть не должно, потому что это ориентировочная, прогнозируемая дата прихода с заболеваемостью гриппом. Не исключено, что она может несколько сдвинуться по времени, прийтись на начало января, середину января или конец января. Такие эпизоды тоже в нашей истории были. Ну, а с другой стороны, мы с вами относительно недавно прожили пандемию 2009-2010 года, и вот тогда, ровно как и сейчас, можно провести некоторую аналогию, было принято решение о том, чтобы проводить вакцинацию против гриппа уже в период развития пандемии. Это было одним из механизмов, чтобы оборвать распространение гриппа. Поэтому здесь только ограничиваться датой 15 декабря ни в коем случае не стоит. Мы с вами сейчас говорили о мерах профилактики, о вакцинации как таковой, но что делать людям, которые уже могли заболеть гриппом? Как понять, что у вас грипп? Как проходить курс лечения? Потому что многие начинают пить просто лекарства без разбора, думают, ну, поднялась температура, зачихал. У кого-то остаются антибиотики, возможно, которые были выписаны медиками еще с предыдущих болезней. Можно ли вот так вот просто заниматься самым лечением и вообще лечить грипп антибиотиками? Если односложный, ответ, конечно, нет. И здесь очень важно максимально быстро обратиться за медицинской помощью. Мы не раз уже говорили о том, что только медицинский работник может по клиническим показаниям понять стартовый набор препаратов, необходимый объем лабораторного инструментального исследования и наиболее эффективно и безопасно провести пациента через эту болезнь. Только так. Вариант начала собственной терапии по собственному желанию с антибиотиков, мы, к сожалению, вот сейчас столкнулись с этим в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. И мы говорили о том, что это очень чревато. Это может быть сейчас для одного человека незаметно. Да и то, уже очень немало на наших глазах проходит осложнений, связанных с приемом препарата здесь и сейчас у человека. А то, что на перспективу может сформироваться антибиотикорезистентность у бактериальных... То есть ты воспринимчиваешься к антибиотикам, да, и, соответственно, они не будут действовать уже потом при лечении других болезней. И здесь абсолютная параллель с историей про грипп. Поэтому максимально ранняя явка или призыв о помощи к медицинскому работнику. И за тот период, пока медицинский работник выдвигается к тому, кто просит своей помощи, это обильное питье и прием жаропонижающего. Не более того, поскольку сейчас система такая, что вызов скорой помощи обслуживается достаточно быстро, и поэтому проблем с осмотром медицинским в ближайшие несколько десятков минут уже нет. Подскажите еще, пожалуйста, вот у детей и взрослых, как правило, лечение от гриппа назначается примерно, да и тоже бывают разные дозировки препаратов. А вот что касается младенцев, ходит слух о том, что лучшим лекарством от гриппа и вообще мерой профилактики является как раз-таки материнское молоко. Есть ли в этом доля правды и, соответственно, есть, как отличаются подходы к лечению младенцев, о чем стоит помнить, жителям Алтайского края? Доля, правда, есть, но здесь только два механизма сработают. Первое, если женщина переболела гриппом, у нее есть защитные антитела, которые могут с молоком перейти ребенку. Либо женщина была привита от гриппа, и мы говорим о том, что беременность – это не противопоказание для иммунизации. Более того, это отдельная, всегда подчеркиваемая группа риска, которая должна быть привита. Да, есть определенные нюансы по периоду беременности, когда женщина оптимально должна быть иммунизирована, но то, что все беременные женщины должны быть привиты, не имеющие противопоказания – это факт. Поэтому при соблюдении вот этих двух условий ребенок будет, конечно, в большей степени защищен от гриппа. Ну а все те подходы универсальные в отношении назначения противовирусных препаратов, они, конечно, имеют свои нюансы, и специалисты о них знают. Поэтому мы сводим опять все к тому же, да, дети особенно на таком очень четком внимании должны быть в случае появления первых признаков остро-респираторной вирусной инфекции. Ну вот когда мы с вами говорили о профилактике, вы говорили, что самое эффективное средство – это все-таки как раз прививка от гриппа. Но тем не менее многие начинают закаляться в период как раз-таки распространения гриппа, начинают обильно кушать лук, чеснок, заниматься зарядкой. Вот эти меры помогают действительно противостоять гриппу? Ведь грипп – это все-таки вирусное заболевание, да? Это понятно, что в целом система развития иммунитета у человека – это прекрасно, но могут ли такие меры помочь действительно предотвратить себя от заболевания гриппа? Могут. Поэтому говоря о профилактике против гриппа, мы всегда подчеркиваем, что это комплекс мероприятий. Самое эффективное, ну и так скажем, имеющее научное обоснование, доказательную базу – это иммунизация. Но все те неспецифические методы, о которых вы рассказали, то есть это рациональное питание, нормирование режима труда и отдыха, одеваемся по сезону, выбираем соответствующие продукты в питании, которые наиболее витаминизированы, это тоже важно. И это нужно делать. А вот меры профилактики, которые сейчас введены с коронавирусом, ношение маски, частое мытье рук, использование антисептиков помогут сдержать нам тоже наплыв гриппа, или это меры, которые должны быть так использоваться людьми ежедневно, ежечасно. Учитывая то, что механизм передачи, преимущество механизма передачи, он единый, да? Воздушно-капельным путем. То есть все эти меры необходимо соблюдать, и тогда вы минимизируете возможность заражения гриппа. Совершенно верно. И вот то, что мы уже практически ввели в стереотип наших ежедневных действий, да, маска, руки, дистанция, это еще дополнительный плюс к всему тому, о чем мы только что с вами проговорили. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. На этом у меня все. Смотрите телеканал Катунь24. Всего вам доброго.